Очень часто у нас спорят насчет мигрантов сейчас, что это, зло, благо или какое-то решение, например, экономических проблем. Сложно сказать, но надо исходить из того, что мигранты, прежде всего, приезжают туда, где есть в них потребность. Главная проблема России – это естественная убыль населения. У нас рождается сейчас в полтора раза меньше, чем умирает у людей. И естественная убыль населения сейчас является главной стратегической угрозой для развития страны. Потому что если страна уменьшает, численность ее уменьшается, то и страна не может быть успешной. И так как не растет ВВП, не растет производство, значит, и потребление, то есть все в совокупности. И если мы посмотрим, допустим, сельские территории, то многие, они фактически умерли уже. Это в России. Конечно, в других странах многие процессы такие происходят, но мигранты позволяют купировать ряд проблем. Мигранты потому, что частично уменьшают численность жителей России. В среднем это компенсация 30-40% от естественной убыли. И самое главное, они восполняют кадровый дефицит. Дело в том, что сейчас только две трети выбывшего числа работник компенсируется, начинающий свою трудовую деятельность людьми. А где взять остальных? Это, конечно, провал демографической политики. Когда у нас рождается меньше, чем должно восполняться население, то, естественно, мы не можем уже сами решить эту проблему. И мы впадаем в определенную зависимость от миграционной политики, сколько мигрантов к нам приедет. Если взять непосредственно, что у нас сейчас работает 72 миллиона человек в России. Из них 7 миллионов – это мигранты. Эксперты в НИИ труда считают, что к 2030 году, то есть это уже фактически в ближайшие 6 лет, число мигрантов, оставляющих трудовое действие, увеличится на 400 тысяч или на 6%. Всего, если взять непосредственно, сколько мигрантов у нас живет, по приблизительным оценкам, это около 14 миллионов. Часть их трудится в серых зоне. И это, я считаю, прежде всего, главная проблема наших правоохранителей. Потому что система, позволяющая… Они не потому трудятся в серых, что хотят, а потому что наши работодатели могут себе это позволить. А вот здесь нет жесткого контроля за деятельностью нашими работодателями. И это негативно отражается в целом. Потому что там, где нарушается закон, люди привыкают к безответственности. Она порождает такое пренебрежение законом, и человек уже может пойти дальше, уже нарушая уголовное право. И если говорить о вкладе мигрантов в экономику, вот их доля около 10% ВВП. Вот, а теперь представим, что мы их всех выгнали. У нас получится, что ВВП как минимум пойдет на 10%. И тогда действительно будет крупный экономический кризис, который очень негативно отразится на доходах наших граждан. Потому что все взаимосвязано. Так как будут разорваны производственные цепочки, будут разорваны логистические схемы. Дело в том, что мигранты вошли во все сферы жизнедеятельности нашей страны. И сейчас я совершенно согласен с руководителем Тичини, который совершенно справедливо раскритиковал нашу миграционную политику. У нас как-то вот волнами идет, что вот хаос какой-то. Реальных целей и задач миграционной политики у нас нет. То есть у нас нет четких целей. А сколько нам мигрантов нужно? Нам же нужны мигранты трудовые. Значит, надо смотреть. Вот трудовые мигранты. Нам нужны в сфере сельскохозяйств. Пустим, столько-то. В сфере легкой промышленности только-то. Также по геолокациям тоже надо понять, в каких территориях есть потребность. И надо еще понимать, что когда мы говорим о специальностях, у нас очень много кричат, что должны быть суперспециалисты, которые должны к нам ехать. Но суперспециалисты, конечно, нужны, но надо исходить из того, чтобы они не мешали трудоустройству нашим гражданам. Потому что если мы начинаем говорить о том, что если будут заняты высокодоходные места, а где будут работать наши? Они будут работать тогда на низкооплачиваемых должностей, дворниками, уборщиками. Это же тоже неправильно. В целом я хочу сказать, что то, что многие мигранты работают на низкооплачиваемых должностях, и те, которые не привлекают особого внимания наших граждан, с одной стороны, это какое-то благо, потому что они решают наши проблемы. Которые, если бы, допустим, из ЖКХ убрать иностранцев, то расходы на жилищные услуги, коммунальные услуги, они вырастут минимум на 15-20%, а то и на 30%. Если мы готовы тратить на это, ну давайте сделаем. Но будет ли это хорошо? Будет ли более качественная у нас ЖКХ? Я не думаю. Другое дело, что не все, кто приезжает к нам, готовы адаптироваться, интегрироваться. Но здесь задача наших органов власти, чтобы они начинали работу еще в тех странах, которые являются донорами трудовых мигрантов. Это Узбекистан, Таджикистан. И там уже фактически начинать некую фильтрацию и осуществлять подготовку, потому что, допустим, в Узбекистане есть центры, которые подготавливают специалистов в соответствии с требованиями, куда едут их трудовые миграты. И я считаю, если мы наладим такое взаимодействие, то мы получим следующее. Первое, что мы получим, прежде всего, нужно для нас специалистов. Второе, мы получим, если мы будем сотрудничать и уже на этой стадии будем отбирать здесь тех людей, которые дружелюбно относятся к России. Это важно. И тут же надо понимать, что нам нужно, если мы хотим интегрировать их в нашу страну, мы должны проводить дружелюбную политику в отношении мигрантов. Если они будут видеть, что к ним доброжелательно относятся, они будут интегрироваться. Во втором-третьем поколении, если они будут у нас оставаться, они будут уже россиянами на 100%. А если мы будем создавать гетто, будем пренебрегать их интересами, то это будут некие территории, наполненные озлобленными людьми, питающие криминальную систему. Потому что если мы не будем решать их проблем, то всегда найдется тот, кто будет решать эту проблему. Если государство отказывается, значит, будут это делать криминальные структуры. И вот здесь необходимо вот это, что необходимо создание системы адаптации их к нам. И чтобы мигранты не доминировали на наших территориях, надо менять систему демографической политики, председательной стимулирования рождаемости. Почему наше государство, имея достаточно большие ресурсы, не хочет вкладывать наше будущее? Дело в том, что для того, чтобы решить более-менее сохранять численность населения Башкирии, бюджет должен выделять порядка 15 миллиардов рублей ежегодно на различные социальные пособия, выплаты. И это через 20-30 лет позволит нам восполнять наши трудовые ресурсы. И потребность в мигрантах не будет. Почему этого не делать, я не знаю. Но надо подумать, что приоритетнее. Дело в том, что вот эти суммы, они сопоставимы с теми налоговыми льготами, которые предоставляются крупному бизнесу. Может быть, отказаться от этих налоговых льгот и направить на социальную политику, на социальные выплаты, которые позволят. Если взять на территорию России, это где-то порядка, наверное, 600 миллиардов рублей потребуется на выполнение этой программы. Это где-то 2% от федерального бюджета. Это, я считаю, разумная цена для решения очень важных проблем. Потому что если мигранты превышают определенную долю населения, начинают возникать конфликты. Потому что действительно каждый человек, который где-то вырос, он свою культуру несет в ту среду, в которой он живет. И если их будет больше, чем коренного населения, это может быть катастрофой и, прежде всего, поразить очень серьезные гражданские конфликты. Почему не оценивается эта ситуация и не начинается, прежде всего, поддержка нашего населения в том, чтобы оно не уменьшалось? Если взять Башкирию, у нас проблема в том, что около 12 тысяч человек убыло, естественно, убыль. И это продолжается. И приехало к нам, получается, около 2 тысяч из них, это из других стран. Но при этом надо учитывать, что из нашей республики отток, миграционный отток населения 900 человек. Это за первые полугодия. И это как раз показывает, что коренное население уезжает из республики. Необходимо решать эти проблемы. Прежде всего, это касается сельских территорий. Надо смотреть, какие инструменты, сдерживающие отток населения, можно применять. Но, к сожалению, данных решений правительством не предлагается. У нас очень много красивых рапортов, очень много красивых вещей говорится. Но в реале, к сожалению, хуже, чем мы ожидаем. Мне хотелось бы, чтобы все-таки правительство изменило свои акценты и предложило более серьезные, то есть конкретные цели и задачи миграционной политики. Понять, что нам нужно, какие нам нужны люди. И также, самое главное, создать такие условия, чтобы наше коренное население, доля его, не сокращалась, как происходит сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok